Да. Шеф, разрешите... Разрешите, Вай? Давайте, сядьте пока на стуле, а потом посмотрим, куда вы сядете. Это они вас остановили, да? Да, они. И вы что там шепчете, а? Да я ему говорю, все-таки какой у нас мудрый шеф. И жирный. Если ты хочешь подлизаться, то уже поздно, понятно? Кстати, ребят, хочу вас познакомить. Это сотрудник службы безопасности, майор Аманжолов Мирас. Очень приятно. Так, ребята, у нас в городе проводился рейд по выявлению лиц, причастных к коррупционным преступлениям. И, конечно, жаль, но среди вас есть лица, которые очень любят легкие и меченые деньги. Улжас, это же твои сотрудники. Нет, я хотел что сказать, если вы думаете, что это мои сотрудники, мне их просто с Алматы прислали. Я ответственности вообще за них не несу. Интересно, какую ты им зарплату плачешь, а? Зарплату? Да. Обычную, как и всем. А что? Мне кажется, ты им переплачиваешь, потому что они единственные, кто принципиально не брал у меня взятку. Особенно этот жирный. Мне кажется, он в Алматы нахапал, теперь живет на эти деньги. А этот нарколог и журналист, на них уже завели уголовные дела. Ах, хорошо. Вы же знаете, если вдруг ко мне новеньких присылают, то я их сразу, строго так, чтобы они взятки прям не брали, забыли про них. Ну, в общем, как я. Ну, конечно, с трудом я верю, но хорошо, тем не менее, молодцы ребята, хорошо работаете. Но мне очень, очень интересно, почему вы не взяли взятки, я же вам реальные, хорошие деньги предлагал. Ну, во-первых, мы никогда в жизни не брали взятки, принципиальный момент с коллегой. Ну, во-вторых, вы были очень пьяны, а если вы там человека сбили или ребенка, не дай бог, вы думаете, деньги дороже, чем человеческая жизнь, что ли? Для нас с Мурой это очень принципиальный момент. Я с ним абсолютно согласен. Я ему об этом все это время и говорил. Ну, пьяный за рулем, конечно, это очень опасно, сам может пострадать и других сбить. Конечно. Собственно, что вы их сделали? А, я-то думаю, лицо твое уродливое, то есть, извини, знакомое. Ну, во-первых, ребята, он в неположенном месте выбежал на дорогу. Во-вторых, это была явная постанова. Вы что думаете, я тупой, что ли, а? И кажется, мне жирно, это твоя идея была. Да они с чего взяли. Давай, давай, не скромничай, потому что этот нытик бы не додумался бы. И еще бы чуть-чуть там, он бы взял у меня деньги. Ты же его жирный остановил, а? Да никто меня не останавливал. Я сам останавливался, да, ровно говоря. Нельзя. Давай, а это тебе на лечение. Давай, лечись. Не, ага, я так вылечусь, ага, ничего страшного, нормально. Давай, не бойся. Нормально вылечусь. Не бойся, это не меченые деньги от души. Давай, лечись, лечись. Э, бери, пока даю. Рахмета. Ну что, ребята, Молджаз, молодец. Я очень рад. Хороших ты сотрудников воспитал. Все, спасибо. Давайте, ребята, служите отчизне. Спасибо вам. Добросовестно, а ты лечись давай. Рахмета. Все, давайте, счастливо. Салон за вас. Давайте, будьте здоровы, ребята. Все, до свидания. Рахмета. Слыши, деньги еще давай? Это же на лечение, шеф. Э, деньги, говорю, давай сюда. Вас уже невозможно излечить, понятно? Вам мозг менять надо. Это неизлечимая болезнь. Что с рукой теперь будет? Э, что ты ноешь, а? На, возьми. Две тысячи. Рыбу себе купи. Говорят, полезно для мозга. А теперь вы придурки. Почему мы придурки, шеф? Вы же только что слышали сами. Мы вообще взятки не брали. На урод молодцы вроде бы. И, а если бы взяли, а? Если бы взяли, видишь же, на каждом шагу сейчас постанова. Это запомните. Никто, никто не имеет брать взятки в нашему выда, кроме меня. Тьфу, я говорю, абсолютно все, я в том числе. Понятно? Так точно все. Если вдруг попадетесь, имейте в виду, в первую очередь я попаду. Понятно? Ну, а так молодцы. Давай. Серик, Мура, молодцы вообще, что не взяли взятку. В честь этого я вам объявляю благодарность от своего личного и в честь благодарности я вот два дня не буду вас называть Жирный и Ишак. Капец, благодарность. Эй, Мал, рот закрой. В смысле, Мал, вы же только что-то сказали, благодарность. Эй, я конкретно сказал за Жирный и за Ишак, а за Мал я ничего не говорил, понятно? Пошли вон, Малдар. Бери взятки Мал, не берешь взятки Мал, хрен поймешь. Эй, ты что сидишь? Уплыл, быстро лечиться. Без руки.